любопытно альянса забанили первыми антимага тем самым признав что вражеский антимаг антимаги их антимага примерно так и вышло нету делал такие определенные выводы да да ты бегал там шоколадочку точить или что-то тебя вот и делал что ладно ну вот сравни да я говорил на первой карте то что антимаг должен перефармливать за счет battle fury полученного на ранней минуте в итоге лода этого сделать не смог а берлинг его перефармливал на дк без медаса на алхимике прошу прощения команда дк берлинг капитан команды дк перефармлив без медаса другого героя вторая карта абсолютно зеркальная ситуация да по героям имеется ввиду и лода с медасом полученным на третьей минуте 15 секунде не перефармила ему у которого появилась battle fury ну раньше чем тогда да но она была без пт все равно так что как бы выводы определенные в голову напрашиваются давайте наверное все таки посмотрим на встрече карту думает берлинг думает да не лоун еще бани и все хотя бы трудиного тогда да слушай думать надо блин серьезно думать хочется на лондроида посмотреть все таки его банили уже две игры дальше конечно бульдог ему не дают играть это респект 2 играешь против альянс то дал андроидом блин но тогда с 4 берет битрайдер а че без вариантов а тут дарксир вивер ну ка или алхимик или алхимик алхимик свободен нет под артир точно будет но я думаю что все таки они вера предпочтут забрать или может быть визажа то есть пока что они не хотят выбирать хардкерри то есть чтобы не показывать ну то есть заберешь вивера там против вивера чего нибудь возьмут хорошая какого-нибудь герокоптера возможно а заберешь алхимика там против тебя вивера заберут хотя вивер в принципе против любых героев как бы хорош опачки спектра супергерой спектра а ты такой невнятный как спектра в дота 2 прохладная рифма но зато правда правда не должна быть веселой ну невнятный в смысле в нее диалоги такие ты понял да и че ну да то есть она там типа какой-то призрак она там что-то такое чем она с ченом сочетается почему не дарксиры но при этом же я могу предположить друг контрит а вайпер ну в каком то смысле контрит вайпер потому что кидая тульту и она там корячится но наш как бы бкб не собирает то есть там бкб вжать чтобы до того как тебя вольт до того как у тебя утонет вайпер надо вжать бкб и тогда типа будет окей но я не знаю будут ли вайпер брать это такой тоже противоречивый герой довольно таки поступил комментарий в чатике от очень квалифицированного товарища ну как сейчас ты про проникнешься никнейм у него риф первым пиком такие крабы окей много в пике у с4 не но конечно же первым первым героем брать спектру это конечно есть как бы что-то в этом такое то есть как бы вряд ли бы и и забрали бы алики или а может быть бы и забрали не знала да тоже на спектре у лоды это лода это игрок у которого наверное один из самых широких пулов да он по героям в на своей роли ну там можно деньги еще как бы учить там хвоста в какой-то степени а потому что не тоже играет там на ком угодно но лода бы сыграл бы спектр просто из 4 я думаю что все таки герак а геракоптера не но ты говоришь чем чем сочетается со спектр и да я могу добавить только что дополнительное лечение она увеличивает полезность дисперсии то есть ты получаешь дополнительные хп соответственно еще 22 процента от этих и пт и отражаешь и получаешь еще и бонусом к своим хп такая запутанная ситуация до прокачанная дисперсия до последнего уровня до 22 процента рефлекта отражение урона и соответственно сохраняешь их себе и наносишь дамагом соперника нет вот там зависимости от рэнджа там наносится урон причем это pure damage по моему сейчас надо проверить да но спектра она такая то есть дизалей тоже мум ну чем сам по себе герой хороший то есть как бы берут дк правда впервые буду наблюдать за членом исполнении дк на га и бэтрайдер на га и бэтрайдер бэтрайдер и на га и все же все же фуриона наверно будут банить четвертом слушает к пирпе ведь и право правда да могут забанить фуриона что тогда бульдогу отдавать бэтрайдера да бульдогу отдавать бэтрайдера думает сейчас еще вот я кстати говоря здесь бы со спектрик тоже так хорошо со спектрой любили американцы из ликвид брать следующий пик веномальтер фурион clockwork веномальтер или нет веномальтер clockwork визаж на монсера или как а нет один я понял значит все глобальные глобальные да 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 глобальный ганг такой получается возможно что-то вроде этого захотят исполнить но я думаю с 4 будет на паке сегодня играть хватит нам всяких дк показывать все давай пока убиваем унижаем агрессия больше драк больше экшена и за счет экшена я думаю альянс должны выиграть эту карту но со спектрой тяжело беседовать там когда у нее шмотки появляются эти так скажу так что если хотят опять перри фармить то надо что-то такое блин перри фармить даже не знаю чем перри фармливать ты тут алхимиком опять что но бернинг тоже может видишь мид пикнуть чего угодно абсолютно но наверное не будет час мидера выбирать наверно саппортов доберет визаж в бане никс есть можно было бы никса как на предыдущей карте им хорошо сыграли китайцы о но я вот думал да помидового алхимика опять для супер опять медовый алхимик ну блин ну тут пак ну чё я почему бы не забрать ганга бы побольше я альянс посоветовал к фуру еще не поздно взять а да кстати фуру они они на икса забанили они решили все таки ну тогда если фурион тот правильно подметил да что забрав фуриона альянса дает линию в центр под бет райдера это точно это с 4 остается 10 секунд основного времени и как ты видишь дополнительно у него очень мало ой 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 это снова кисонька кисонька котл забра уже есть в пике альянса сейчас будет злой серьезный синий кот с копьем в руках и вечно хмурым настроением как у большинства россиян понятно сейчас поговаривать статистика рубен валерьевич в пике до китайском хорошо тут еще поворовать ну и все лода решил все-таки перефармливать рубик тебе не кажется что он на ульту ноги первую очередь нацелен может быть видели мы такое до рубик он просто как бы саппорт и тип из инициировать там на лайне и поворовать всегда есть что поворовать в принципе так что забрать рубика если есть хороший рубик как например в на вида к уроке лучший рубик по моему мнению в мире эту ему можно брать любит вне зависимости от того что там на пикали это там частенько знаешь играешь в паблике типа а чё вы вообще рубика взяли там воровать нечего ну и коли руки из там растут из бедр то конечно такой аргумент он в принципе уместить фантом лайнсер действительно после котла слишком читаемо туизи фо фарсешка да тут любой конечно бы сказал что это правил бёрнинг думает думает бёрнинг нужен хардлейнер сопернику нужен второй саппорт для фантома а нет стоп на то есть значит им надо так стоп 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 это банфуриону часто процентов банфуриона будет потому что а ну смотрите они никто за язык не тянул но хорошо я понял то есть как бы если не окровно поднимались просто под этими словами как конечно черт ну ладно ладно но это блин не как не на мой ладо не прокатит давай решать эту проблему потому что когда инфа соточка это как бы так ему интересно ты не смотришь да сейчас на стриме на есть товарищ в зеленом в шапке и накрывшись капюшоном он сейчас сидит я думаю он энергии жарко ли ему сосредотачивается открывает чакры там и вивером последний тоже странный блин последний банн вивера но им правда же хардлейнер нужен типа подумал с 4 то что вивера на хардлейн окей а спектра блин спектра просто здесь тимбер просто бы хорошо бы заехал возможно то есть он бы в мид заехал тимбер бы если бы заехал то он бы скорее всего в мид бы пошел потому что ну против алхимика говорят нормально стоит что там режет ему да и потом там статы резать там классно прокат хороший рубик может сорвать улиц ноги если только она немножко донные рейндж ульты 1250 рейндж спал стила 1000 что-то не сходится но тут видишь как бы причем тут range тут кнопку нажала и рубик уснул чё тут раньше не раньше после этого иллюзия раскастил и все то есть не иллюзии потом что-то еще а просто сразу ульт иллюзии все или там но рептает на добору то есть ты ульт отжимаешь сразу же рептает надо жать иначе рубикс ворует были уже такие моменты как раз таки сегодня нам показывали хайлайты когда там по моему опять-таки liquid против lgd china я не помню точно матча просто предполагаю да что именно на этом матче был подобный хайлайт сделан то что там ультанула нога потом рубик подходит там ворует у нее ульту и в итоге дает в ответку и контр инициация там смена позиций круто круто вышло а может быть и на другом каком-то матче там вчера же много было игр как хайлайтов должен был не только вот я просто вспоминаю только liquid да сегодня уже раза наверно 4 вспомнил там уже и кает кто-то или какая там примета кто-то а смотри понял ну да вот как лейнер нужен был они решили забрать его зрителям понравился клокверк похлопали там и заодно показали почему в шапке товарищ зеленый сидит ну видишь коль не тимбер то ну видишь не банк фуриона но пик фуриона так что я думаю можно мне амнистию выписать отошлите пожалуйста кому-нибудь там месседж чтоб за мной не выезжали ладно разбирает героев и в мид здесь пойдет битрайдер в лесах возможно постоит фуречь мы уже сравнили да вот эти вот нет ворс когда фурион выходит сразу на лайн когда он уходит сразу в леса ну не сразу чуть позже и в итоге получилось даже если он какое-то время проводит на хардлэйне он все равно фармливает больше ну там подсказали пацаны в чатике что саппорты в итоге в фармливает то что больше да там соперника я думаю это немножко несравнимая золото блин ну окей ладно все забыли смотрим еще разок побежит он туда или не побежит да нет мне кажется побежит все таки коле такая пьянка надо лода куда то побежал с пурман шилдом слушай ну что они на харду пойдут ой-й-й-й-й-й-й-й а почему именно пурман шилд на харду спалил но обычно когда он идет на легкую фармить он типа покупает там кальки рингов протекшн там что-то типа этого чтобы транквил и запилить а на харде ему наверное лучше сразу пурман шилд но видишь как они еще встали может не просто руну контролят но с 4 уже в лесах ошивается бульдог закупается с рингов протекшн то есть 6 танго хеллинг сэлф и рингов протекшн опять на пенек охотятся смотри какие болен 16 голды уже плюс что делать проигрывают уже дам как там по графикам да проанализируем там не отображается боли низко не обновилась еще до до игры по моему они не обновляются может не обновятся нет понятия отрицательного времени видишь у людей которые создавали эти графики поэтому ничего про пеньки нам не говорят сейчас будет может быть но интересно посмотреть или чё на руну а на руне на руне смотри на руне на руне и на руне иллюзии ноги можно взять хотя где же эти где же золото я не понял почему графики не обновляются ладно неважно пенек несет лечение для клокверка ага он будет стоять один на один против бульдога на меду с 4 играющим райдером против супер играющего на алхимике но и на топе трипла против триплей но тут видишь сложно сказать что у дк трипла лучше потому что ой 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 полетела смотри там главное крипов не убили никаких то есть у лоды сейчас ну-ка ну-ка давай хорош лода и все почему не заливка ой 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 рептат пошел фбшечка фбшечка родная можешь ну да и он банку пьет банку 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 пьет а ладно полетела банку сбивать копье уже все блин да что то что а близко было это телекинезом просто спорта да да молодец и муай спас телекинезом ладно заряжай котел нет стоит ждет банку пьет на баночках даре геймс видишь берлин далеко за вышку ушел внизу скорее всего никакой вообще ну тут маловероятно что да тут маловероятно что будет фб на миду то же самое потому что здесь так что будем тройку смотреть наверху блин неприятно на этой кислой фигне стоять из 4 банку себе притащил шесть таков масло всех крипов должен добить это может не добьет не добил вот он спамить пошел товарищ сатир мучитель откидывает мучает может быть кстати его может да не он толстый как до плотный 1175 нифига себе и закидывает а как бесит смотри там по 100 по соточке урона где-то да когда низкий монархоз и риски и ману не счету многовато 600 для козла так тут заливка справа крипов ой что ты делать то будешь а по троим что попал опять похоже не но смотри у кота 8 крипов у спик 3 2 было пожелание спик тру спектр и называть окей так привычка такая старая откуда то что еще не по англии садовский где-то увидел скидку он узнаешь есть такие но не смешные комиксы там которые коверкают понятно произношение просто написание слов и там типа супер герой спик трассы там что то такое было мне не как-то это видишь так запала в душу да хорошо бывают что мечту ку-ку-ку 500 золота пара туфельки наверное купить или чего нам наверно будет неку собирать какую-нибудь самого начала а как там бульдог то выстаивает склокверка нормально чуть чуть лучше да чем лучше ну конечно да он как выкачивается спорта и все по дефолту и не прокол кверка а клокверка но наверно ракету качают в данной ситуации да просто против оранжевика стать стал против милишника может быть картечка чал или как она там батареасов называется то есть там запер бы в коге и просто картечивает и бы расстрелял его изи бризим так отводим отводим крипов спектра начинает понемножечку вы фармливать скачает дизолей хотя у него 5-0 по статам ей фарм врагу не пожелаешь а почему на против фуры спектра не побежала стоять ну там на какой-нибудь ну чтобы попроще было нет но я не знаю может быть декай просто не прочитали что у них трипла на топе будет да там просто сразу же саппорта припортятся и спектре уходить придется то есть смысл он как ты тогда обменяешь line им до всяко два телепорта ну не знаю бывало конечно и такое что типа знаешь там угадывают так мы не хотим сейчас она просто страдает понимаешь не 60 на она фантом это точно проигрывает о развородили просто если это топ керри а это вроде топ керри но в смысле на нее же ставка на лейте если он будет да то то начало профукана получается возможно ты конечно прав но посмотрим то чем уже как-то скрипами должен подъезжать да да как-то он ближе видишь от почему в таких ситуациях я люблю вот когда пока пикают по приходит с центра и нагнет здесь всех а чё там алхимик сделает алхимик фарминг но кстати говоря алхимик тоже ой 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 смотри увезли супер на центре он взрывает из 4 бульдог сюда не портится да ты чё не портишься то его уж можно или ему сбили ему по моему сбили или нет пусть взорвется 6 а это таки много и тычечка еще одно хорош блин а причем бэтрайдер мог еще чуть раньше начать преследование то есть он как будто не это самое не ожидал что удастся его вот так вот до конца да да довести да нет я знаю почему все он ожидал и я что-то не совсем понимаю о чем ты говоришь но фб на центре хороший знак да к дождю да в смысле здорово для альянса конечно же скорее всего большинство болельщиков все-таки за альянс хотя черт его знает давай все равно есть такой полезный я сделаю ты пока расскажи пожалуйста что нибудь я на трипле оставил камеру ну транквил и допилил в себе лода сейчас будет ему еще легче стоять четвертый уровень здесь четвертый уровень фантома у спектра кстати говоря практически пятый за счет того что здесь чем не стоит и экспу не ворует алики они втроем стоят на линии и поэтому часть опыта забирает себе котл выходит чем у него такой крип ну немножко противоречить а тут га 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 водолова лода кого бить сеточку пошла подняли клэп залей отработает оооо но я не покупаем хорошо спасибо мы трейдер за этом но как то странно и лода вообще в этой ситуации мог бы чена поместить немного чуть вообще не стало то трогать я решил что он не стоит он того вот видишь чем вышел и убили то есть а так что все плохо неплохо вроде дернинга немного нет дисперсию на единичку все-таки прокачивает спектра уж в такой-то ситуации на 10 процентов больше хп иметь приятно тем более отражая это в дэмэдж крепочка пытается убить но там у чена какой уровень да он просто перевызвал просто кого-то более подходящего а он этого дикокрыла первый раз прочитал как его вызывать этого сокола крыл потрошитель дикокрыл потрошитель все-таки переставил русскую доту смотри копье полетела вернинга сервичку накинули рептайт нет 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 решили не лезть под вышки хотя у лода было копье второе еще гангурзицы но алхимик бежит на бот смотри провардил леса ну как бы стоит как бы куда 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 а все заметил прям так а вот именно выходил навстречу просто темные леса но ушел вовремя вовремя а вот дикокрыл как ты говоришь начинает напрягать витами дикокрыл вы реально бесит почти ультспектре кого убивать бульдога месяц все бульдога замесили увезли 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 и вышечку еще телепорт сюда делать кто 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 фантом да он ну слушай должны догнать свои лет тут просто блин супер разгромного данных можно спорта лода ты чего это он полный стан слабил на больно было кстати говоря на топе рубили на год да вот так вот там рубики еле еле уходит просто еле еще проблема с 4 час будет дисперсия работать вам ракетка дисперсия вот это алики что-то подсдулись да он правда сейчас фуруч убьет фуруч давай давай ну же ну же ай ай 39 хп там какой то баг был он кинул ульту анимация была она мало дамажит в смысле то есть она ульт фуриона с каждой кажется она вообще не нанесла урон потому что если бы нанесла он бы убил 140 урона там я не знаю сколько там было 60 или 70 хитов я анимацию видел но да она отскочила типа но мне кажется это вообще баг был какой-то да слушай чувак вряд ли цены вы 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 видели в чатике был ульт то есть он реальному он задэмиджил ульт или нет понятно что ульта разгоняется просто она вообще дэмидж нанесла или нанесла я думаю нанесла мишну там где-то с тобой пропусть просто уже такие видишь мелочи и столько эмоций бейзэм ну блин по крипам конечно же шведы обыгрывают это видно вот мнение разделились кстати говорят половина что не было и дэмиджи половина говорят не нанесла в тень ушло вроде не засчитало можно кстати да может быть правда в тени шоу то есть он туда у да нет там анимация была что ульт он туда скастил по моему да и стрикошетил он дальше типа пошел да 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 то есть можно же вообще в любую точку на карте просто лоды скорее ой в смысле бульдог бы скорее всего не развернулся тогда и не не отошел бы если бы не был уверен что там товарищ уже гуф нет ну что у него был рейндж вроде мария с4 на хосте где 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 иди сюда родной и на хосте видал куда его подвезли ультспектры правда супер умирает хорошо ультспектры и все аааа еще один попался рубик 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 заливает поднимает он тоже умирает там но повезло конечно четвертому свой блинг даггер уже нифига себе это норма а он же на медиа стоял ну да в общем да и в лесах бы сделал и он топ в общем то по киллсам 58 на 10 все равно как бы это радует кентавр завоеватель плотный что говоришь кентавр завоеватель ммм да тут такие простые захватчик захватчик рэкетир спорти на топ партица бульдог аааа все будет ловить ну и в бродик пик да щас спектрай его поймает ловит даже окей у спектрита была ульта если что нет еще минуту ждать да он бы не убил бы все равно его были даже при большом желании потому что дэма же пока слишком мало чтобы так бульдога убивать за ульту дизалеет у него второй это 35 урона чистых чистых сочных что самое приятное иллюзии у спектры они тоже с дизалеетом рубят весь наверное радик будет делать по стандарту но сначала барабана тут выходит ганг отряд такой прямо оаа бульдог он ракету увидел но спрятался с места не сдвинулся потрудинов увази его но его подняли как то там рубик поднял по моему да иллюминейт хороший был в итоге бёрнинга можно попробовать ну же копьё полетела ульчена бёрнинг живой фуруч с байбека приходит убивает фуруч с прутына ммвай ммвай у него проблемы там проел деревцем алхимик типа рубику мол беги отсюда спасайся но слишком много урона ну вот видишь за счёт байбеков закамбэчили в тимфайтер там только фура забайбайчился больше да 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 только фура умер и сейчас ещё tower пропушит ну вот у альянса хорошее преимущество уже смотрим на графики улыбаемся и бежим забирать арочки на dota 2 launch так а спектру убили кажется она убежала да убили 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 спектру ульту ультует ультует нага и все тупаут делают клокерк был убит убили да спектру убивали там за байбечился фуруч как раз таки убил ну видишь отошли ну вышку правда задефили дк они сейчас должны топ поломать фортификейшн есть хотя котл котл может что-то рядышком трое может быть во первых ульта есть у бетрейдера через 15 секунд можно тоже прокатить немножко кого-то с этим он пошел 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 залетать из 4 смотри охотится пошел но все уже свалили он же от отсюда должен был блинковаться да по идее у него после такая была там вишен круто надо запомнить прострелы идут от клокверка они же вообще по кд должны летать с его до стоимостью ну не по кд ну блин мана то у него не так много да 50 стоит он дает ракету когда нужен вижен там в таких ситуациях ой лода халяву нашел реген всю ману восстановил все хп идет фармить у крипов у него все равно больше чем у спектра но тут алхимик тоже помимо всего прочего выфармливает да причем фармливает смотри по нет ворум ворсу хорошая какая картина для альянс да это очень хорошая картина я бы даже так сказал но обнадеживает конечно болельщиков дк то что тут еще можно по слову вот это ошибка вытаскивает опять теперь рубик бедный ульта зачем ульта была это рубик ультанул уворованный ультой стащил таки паразита а жук слушай контур инициирует кажется но сейчас они так контур инициируются здесь алхимик там руками машет и горит клокверк тоже спектра спектра ульта или чуть чуть клокверка смотри а там ультимейт чена опять летел да как то пацифистки ушли а котла закатали да только или это никого там не закатали а да котла закатали слушай как то непонятно он выходит сейчас из алтаря спектра не ультовала ну фантом отправляется дальше фармить мидасу фуры лоди просто допилить час какую-нибудь диффузу и наверно идти мешать там всем а почему сейчас крипы не заспаунили супер крипы их отводили на на 14 справа справа наверху алхимик отводил справа наверху ну в смысле не наверху а короче мега крипы справа от рошана иншинты иншинты ну значит что то не отвелось ясно а там не должно быть вижена у крипов или они должны стоять не должно быть целей находящихся в радиусе респауна крипов вижен может быть но там ни вардов не должно быть ни всяких юнитов ясно именно этим и ограничивается да количество иншинтов которых можно там больше 5 стаков обычно не сделать ой смотри вытаскивают наверху смотри да 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 вижу но все таки чена да чена убили заливочка от аки была царская как раз таки и убил кукуку алхимик там тоже в панике телепорт на топ прожал проверили свой стрим там говорят что у кого-то упал стрим то есть у кого-то все нормально у кого-то не очень у меня все работает ну тогда хорошо все ок паника паника да не не бывает ложная тревога у одного товарища проблем гранатка такая прям в лоб бабатка бабаточка полетела бутрайдер великолепный инициатор просто разглядеть не говори сейчас форстаф еще будет вообще всех увезет котел тоже форстаф на экраны какого там двумя тремя форстафами выталкивали в первом матче красиво очень юзали форстаф форстаф да не форстаф вообще крутая штука я обожаю форстаф и ими можно знаешь типа зазевавшихся типов там например там пушишь хг да там чувак какой-нибудь подошел чуть ближе ты опа его форстафнул там подцепил всякими плюхами и убил угу или наоборот то же самое когда тебя опушат то есть такая вот долгая осада идет а ты типа какого-нибудь зазевавшегося форстафишь к себе на хг убиваешь такой халявный свап венги почти угу только маленького рейнджа только маленького рейнджа ну его сложнее сделать конечно потому что надо чтобы к тебе мордашкой человек повернулся угу может башню задинает центральную или не хотят все таки денежку давать а она не динается а итерноват ниже 130 хитпоинс ниже 133 по моему она динается 133 хорошо или 130 там по моему 10 процентов от хп вышки что-то такое я где-то слышал но на этих хитах она не динается 100 процентов так там смоки какие-то налево уходят но кого там искать смоках слева да вот как раз таки тут на twitch tv заглянул там в чате пишет что не утонул в той ситуации тиран говорит что с форстафом можно еще тиммейта под фонтан пнуть это видимо в конце матча заходят тех кто тебя больше всего раздражал но это ключевое конечно да это самое важное ради этого только можно собирать как раз любопытно так смотри смоки слева наверху смоки справа внизу вот уже такая ситуация повторяется сколько раз и видимо есть какие-то моменты когда ну когда приходит время гангать именно тимой я до сих пор не могу понять по какому календарю лунному это все происходит то есть ну они типа собрались вместе пошли тиганга типа видишь и те тоже синхронно пошли все смоки врубили прошло вроде как 18 минут и вот четко по таймеру побежали ну понятно видимо нужно ощущать вот как раз это когда идут толпой видишь крипы ломают центр да бульдог вместе с четыре пошел на топ а тут что по рунам инвиза забирает алхимический супер мека есть надо кстати вообще глянуть табличку с сайтом имя вот он сверху заливает смотри хопа алхимика сразу четверть жизни так хоп приятно да котлу котлу можно даже слепую разогреваться на большие кучи крипов просто зная что там через пять секунд возможно сюда уже кто-то приджонится а не приджонится то хотя бы частичных крипов можно собрать приятно хороший герой спектра что ли вангуард собирается покупать ну это блин серьезно такое ну она купила себе виталити бустер и щиток у нее есть да 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 и брейсеры явно она сконцентрирована на том чтобы не умирать некоторое время но ей же как подсказывает капитан тогда придется она же разбирать тогда получается будет вангард во что-то вроде как полезное пересобирается ой лода 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 убегай как там убежишь под вардом то правильно там гем это нет ни у кого вроде бы давай девайс посмотрим три транквилла с4 аки лода сейчас вангвард не юзабелен он будет делать тараску я вот тоже в этом сомневаюсь да что он будет делать вангвард я согласен абсолютно с тираном что вангвард на спектре это как бы так себе вот поэтому этот виталити бустер можно расценить как какое-то звено для тараски ну потом а сейчас он будет концентрироваться на радианс так делает большинство игроков играющих на спектре но как бы вот два из трех есть и можно предположить ну сейчас алики стараются где-то поагрессивнее играть да правда лоду они потеряли это плохо но преимущество по золоту и по экспедиции сам видишь колоссальное да сохраняется минуты и увеличивается даже оно не не то чтобы прям супер большое но ощутимое по крайней мере ощутимое это сто процентов вот видишь даже дк какой вещи прибегают то есть они разменивают т1 на боте на т2 какое-то либо на топе либо в центре против кейшна есть у обеих команд но никто по моему жать ничего не будет альянс по крайней мере точно то есть они сто процентов ну да им смысла ради одной башни а нет смотри ко жаль а давайте попалась хотят поддержать соперника там да и в итоге плавала папа 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 шутер и его отбора тут пеньки пенечки пеньочки пенечки хорош или катабо катапа катапа нет катапа катапа достреляла а катапульта понял я не видел на самом деле катапульты там там замесена силы света хорошо цвета молодец который раз уже выручает 77 с половиной четыре чем купил гем глаз третий глаз лишь какой-нибудь urban классный да я бы хотел такой у нас так жарко он еще светлый наверно отражает не впитывает минутка прохлады на гудгейме потому что ничего не происходит уже какое время вспоминается вчерашний матч дк против айджи вторая камень не вспоминается вспоминается хорошо кто-то просто видел там десятый сон 8 самое вытаскивает снова по центру полк вверху шотик хорошо жив целый орел все как это как хукшот своего и живой спектар тут что-то типа на аж я понял да все ульта хукшот называется я некоторые скиллы до сих пор еще такое валерий диффузирующие лезвия лоды на 2256 его реколит мотал в центр тут похоже сейчас как какой-то кипиш начнется о подожди у нас рошан рошан болит но типа не страшно медалька есть у алхимика то есть там и с чем он палится еще простреливая вот таким вот шотом потому что пролетал мимо мимо центральных и траектор это было понятно форстаф как раз таки бульдог лишь купил чтобы форстафить бедрайдера того же самого бедрайдера но тут похоже сейчас будет какая-то драка лода на стакл и люди отправляет их чем-то ой смотри бульдогу то цепляется клок поставщик форстафчик вот он родной еще пригодился для чего видишь забавают еще и вытаскивают и я правда не понимаю ульчена боже сколько здесь скиллов то насливали бульдог ель живой уходит домой вывозят супер не надо отойти перегруппироваться срочно ульт наги нету нету дк раскастовывает ой стал нагонять нет форстаф снова от бульдога заливает котл ты видел как залил у всех желаний жуткое зрелище вот знаешь такие драки называются топовыми да то есть команды очень хорошо подрались когда они скидывают много скиллов и в итоге все живые ну ты понимаешь продолжается еще смотри бульдог то агрессивничает на шаду влайде уходит там какие-то вытолкнули вытолкнули клокверка за коги месси его хорош ну же живой стики баночка хорош домой не или с4 тычка бабатку кидает маны нет стики бабатка не все нормально убили они еще рубик где-то гуфнулся он наверное раньше ну там его где-то там подстрелили рубида самый плотный напряженный такой бой много всего расстреляли на валах там кто-то кто-то отступал словили там от котла ну вот это вот первый скилл не помню как он называется от контратака тут же от а4 бульдог уже где-то впереди начинает нарезать сумасшедшая тема так слушай а в итоге разменялись то три в ноль до алики потому что счет был то 77 это я но и разу никого не потеряли 8 дк было 7 фрагов да рода точно ты прав до 30 получается ступа 3-3 саха не помню кто а бульдог там уходил на форстафию не то чтобы на чудесах но на небольшом количестве хп а так вроде больше жертв серьезных не было а и нога еще была помнишь в нее стан влетел и половина хп у нее там под снимала спектра смотри бы трайвер как раз снова на хосте он прошлый раз когда он подобрал хосту это печально закончилась для дк два фрага не а вот сейчас можно вытащить смотри мне не боится слишком много слишком много там врываешься сразу рубен поднимает и далеко не уедешь ну что купила сахар тебе до сахарту спектр как я и предполагал это сразу же радики там потом возможно диффузу сразу или не блин не наверное тараску будет делать по ситуации посмотрим тут говорят что ты не видел как рубика убили помнишь ты говорил в чатике там как раз таки говорят самое смешное что экран был на ну тут но то тут как бы драка вообще растяло пачки бёрнинга цепляют на форстафис полетела копье иллюминает на полный дэмошу чена и бёрнинг в таверне 50 секунд между прочим пойдем ломать т2 да тут можно даже не только башню можно попытаться еще в рашин болить как-то блин вряд ли они собираются будет пропушить что но я не они как-то вот видишь невнятно сейчас поступают непонятные у них в любом случае будет время чтобы убить вышка но если сразу бить и на рошана то не наверное лучше вышка забрать всегда успеют если что убить рошана яша у фантома фуза яша плода не любит разбирать транквилы хотя это блин транквилы разбирать это важно то есть там птшка она дает скорость атаки и плотности очень особенно то что ты не один дамажишь да у тебя же еще иллюзии дамаж поэтому бэн я считаю то что транквилы разбирать надо немножко пораньше чем на 50 минуте но ладе видней да тут еще же вопрос индивидуальный такой насколько он вытанковывает насколько лезет может он рассчитывает на размину пхп и рассчитывает на эти транквилы черт его знает да нет они в драке просто неюзабельны ну в драке ла это исключительно фарм фармить лодыще д дэшечку нашел слушай ну как вообще везет с рунами аликом то есть и тут д дэшечка появилась для лоды он сейчас смотри как быстро вы фармливает одну иллюзию посылает на разведку или ручку мяку не поленился зашел коту чтобы иллюзии лоду подлечил сейчас нельзя забочить респаун иншентов эти четыре опачки тут бэтрайдер собирается до 4 как раз пробегали пробегали рядышком кто-то был кинуть покажите пожалуйста лавала игроков хорошо на своем стриме честь покажу крое табличка клавиши ну ладно клавишей клавиши это е и и и айны нет и в смысле и а вот они даются 16 14 14 ну опять-таки тут видишь как можно смотреть уровня можно открыть график экспы просто да да остаться обескураженным да что 12000 там уже так плотненько больше 15 уже поносить пошел обновился по экспе пока что 12 с половиной 13 шикарно просто шикарно лодочи на топе дофармливает манту нужно еще около пяти сотен золота на ультимейт плюс рецепт иллюзиями видишь одна иллюзия на боте там что давит ну что и все формят в альянс надеются на фантома дк вот блин тянуть игру есть ли смысл опять-таки против спектра она же реально убивает но фантом что не убивает да убивает но фантом хотя что там панет ворсом спектра топ-4 получается фантома побольше мурадик пошел простой как бы спектры боятся всякие вот котлы и там фулеон мне кажется в какой-то степени боится спектры потому что там где-то стоит отвлеченно да что-то дамаж руками не лезть его там братиком неожиданно и дизолей там ломают и главное что ты сделаешь ничего не сделаешь кто тут выходит какой-то ганг супер в смоке в ходе мы тройдерами и давать его везет из но взорвется алхимии от меня не скинул уже стану да не получилось с 4 ему нужно часу он очень далеко от своей тьмы находится т.п. вроде есть ты про кого пресс 4 но его при реколе если надо понятно коту при необходимости ультанет и призовет его ладно открою пожалуй вкладку со шмотками давай для интересное тут увидеть но фантом что дофармливает да много по традиции дизарм дизарм против спектра тоже хорошая штука то есть она не любит бкб бкб не любит ну там воиды спектры всякие морфы бывают делают тоже не очень любит не любят линку и это и реал вот как раз таки из-за этого можно было бы спектру задизармить чтоб она ручками то хоть не работала да нет я думаю что после радика спектра все-таки манту будет делать а не тараску бкб у бтрайдера теперь он будет спокойно увозить его там не задизайблить всякими плюшками если только хукшот скинуть он бкб пробивает бтрайдера бкб я не слышал ты говорил да 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 у него родного лода рецепт диффузы грейзит диффузу и что в бой грейзит диффузу почему спектре плохо бкб говорят что я несу но я бы с удовольствием бы сейчас посмотрел статистику профессиональных игр и в скольких из них спектра делает бкб реквестирую пожалуйста может быть кто-то мне даже уткнет в каком матче это было я бы глянул появляется первый видишь такой агильный кинжал который позволяет нам судить о том что бёрнинг будет делать первую очередь либо диффузу либо либо манту опачки бтрайдер увозят по форстав еще форставчик один будет не 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 будет увезли и полечили жалко да и хукшот ну промазали такие миллиметражи проходят я ставлю все таки на манту все таки я ставлю на манту да определенно думаю что через 200 золота мы узнаем будет ли спектр покупать но он сейчас дофармит ты купит 2 агильный ножик то значит будет диффузы собирать а если не купит то может быть то есть ли я что купит то будет по 100 процентов тут кстати говоря драка разворачивается уже довольно много хитпоинтов потеряла вышка фортификация есть но его жать наверное не будут но задача китайской команды сейчас просто потерпеть дамы я поймали маленького так что новости около пола с 4 готов что цели не видят ничего не видят идти дальше а где с 4 опа ворвался в супер сетка разуплотнили иллюминейт минус очень четко и быстро байбек смотрим байбеки байбека нету и это рашан это рашан это рашан конечно же это рашан вардами будет видно что рашан но да и понятно становится если не пошли дальше то но сделала то ничего нельзя с этим но попытаться можно но маловероятно бернинг оставляет деньги на байбек не собирает свою яшу или что он там хотел фантомы есть слот внутри конечно же и 2000 золота следующая шмотка для лоды тараска без каких-то альтернатив до интрига пропала в этом матче уже давно думаешь ну да я верю посмотри на графики еще а но это да это да то есть как бы редко когда получается перевернуть столько фарма против команды которая такой фарм имеет так что здесь ты скорее всего как бы согласен интрига пропадает но я надеюсь на хорошие замеса потому что мы все-таки смотрим не паблик да а действительно профессиональную доту может быть какие-то супер крутые драки опа смотри утащили снова клокверка на этот раз и внизу катают он спектра ультует но без шансов а чё здесь делаешь правда да все рядышком то току от ульты спектры него 45 уже драться не получится у у клокверка нет байбэка но он не такой важный наверное герой байбэк нужен любому то есть как то там по дизейблить хотя бы хоть что то сделать там скиллы какие то есть это уже важно вытащил сейчас рубик стики напалм стики напалм вытащил блин но тут просто проблема реально проблема это фантом он давит жутко иллюзиями у него манта аегис он может если что там войти как то еще не расстрелял диффузу свою вторую до конечного заряда не было видимо окази топорик правильно пишут насчет того что раз спектра делает как бы копят на байбэк то есть что будет происходить врывается спектра танкует дисперсия реализовывается дамаг получает потом байбэк ульта реализация на любого халявного героя но он супер подцепили под бкбшку вот это какой то не знаю провальная анимация хукшота была он сначала подъехал а потом хукшот был задействован бёрнинга зафокусили сразу же байбэк в ответ то есть там вижу задизармили даже хотя живой ультина его спасает и смотри сколько дэмэджа получили алики вышку пробили вышку они вышки дэмэджа не нанесли и клокерка только шлепнули да клокерку убили во второй раз спорта воскресенье отошли бёрнинг ждет байбэка гравки по-прежнему печальные для команды дк шмотки все серьезней лоды ну да у него топор ты говорил да на тараску ну мне кажется а что у него там по деньгам по свободным 1300 не хватает таки виталий дебустер да там около там рецепта на тарасочку снова залетает бэтрайдер вот поэтому я говорю ребята баньте бэтрайдера что он делает ты видишь вообще что он делает он уже все ему кроме даггера ничего не нужно да то есть даггер и руки больше ничего не форстов конечно опачки бульдожик ну-ка давай хиксуй хорошо байбэк правда пошел ульта спектре опа на перегруппировочка да а в итоге сдуло чена сдуло ты видел там нага вовремя ушла из ржаи чена просто сдуло егм иллюзии нужно там тектоник какой-то начинается нага пляшет руками машет но батареасолт не дает ей это сделать из ну не дается кастовать иллюзии из-за микростана да ну один в один да получилось да да но опять же это хотя хотя это алхимик тут на спектр надежда у нее все еще на руках есть там три три двести получается может сразу купить себе манту яша яша ну и байбэк яша плюс байбэк все понятно окей правильно сделал я ставку на манту да зачем он вообще туда один пошел ну то есть как бы да странно то есть он так зашел он мог бы пойти просто по центру и ну и спастись то есть если бы ультовал клокер то это была бы инициация не в соло нагу а во всю команду и там разворачивались бы альянс типа что за беспредел вообще и дрались бы так подцепили кстати смотри опять кого-то но на это раз рубика не самая конечно лакомый кусочек да кто был того и подцепили там ульта опа и что и 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 там спектра ультануло видимо ну тут и без этого видишь все очень респортно у дикей там и снова фокусе от бёрнинга лода правда... О да, Эгис, Эгис через 46 секунд излезда все правильно сделал Лода и это минус два точно направление там минус пять вообще все я думаю что пора писать ГГ байбеков байбеков ГГ нет байбеков ну видишь алики собрались и затащили, ну вот она агрессия 18-1, китайцы отдыхают и сейчас будем смотреть второй полуфинал с участием на ВИМ именно так именно так залп ну лучше показать там зрители довольны ГПМчики всякие я пока по чатам по своим похожу посмотрим там вроде сообщений немного так не вопили на этот раз да все там они пошли наверное витрину витрину ломать второй полуфинал у них еще будет за кого поболеть там Тонгфу против нави будет играть так что копит силы может вот я читаю свою конференцию ну тут мы с пацанами которые с которыми играем тут если цензурно то что за алхимик в центре и так далее дабла рубен спектра согласен то есть не рыба не мясо и алхимик в центре я вообще не понимаю что это вообще за алхимик в центре что он там делает я не понимаю столько героев хороших есть и ну ладно сейчас интервью будут брать давай послушаем опольчики давай и бирни у него есть способность ротатить все через лейнг и получить самое главное так что супер это было сложно чтобы получить что-то для него и с Батрайдером там все пикоффы каждое время кто-то пошел на фарм у него спорта прыгает у него и снова и снова и снова и снова и снова и снова 40-50 минут если вы играете супер то есть и это и и и и и и и и Опачки. Что такое? Интересно, у кого возьмут интервью? Я думаю, что у кого-то есть ДК. А, нет! Акки! Уйдёшь, хорошо. Специфика может быть и не очень. Поздравляем, спасибо. Давай, вперёд. Что случилось, типа? Типа, после третьей карты, то есть... Я просто прослушал вопрос Кейси. Очень сложно было закомбэчить, мы там два сражения провели. Угу. 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 Семнадцать игр подряд выиграли. И все игры были очень ими, так... Угу. Угу. Толпе понравилось, что игра была хорошая. Угу. 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 Been. zooхошая команда … Мы в пятером как большая семья, ну наверное, можно было бы сказать, что она маленькая, но он сказал, что она большая. Вот так. Угу. в 10 лет и я знаю, что ты сейчас за ㅎㅎ, так я очень люблю тебя. Эээ. Ну, это, наверное, не надо было переводить. Ээээ, вы можете сказать, что это два человека, это хорошо, но они не хотят знать, какой секрет для себя владеть с один человеком за 10 лет. И секрет это сделать очень прекрасный партнер, который вы всегда хотите быть вместе, но это очень эффект... Ис較 fácil. Аау, как оно такое. Кто думал, что мы сделаем небольшой момент. Спасибо, и общать желаю, за что мы сейчас с вами живем. Ой, поня где-то... где-то там пробегал. Нифига себе толпа. Это в зал идут или из зала? Я думаю, что все-таки в зал, потому что сейчас будут играть Na'Vi. А у Na'Vi фанатов много везде. И в Европе, и в Америке, и в Китае. Он сказал по поводу предстоящего матча, он поставил бы на Тонгфу, потому что они их 2-0 выиграли. Я вот не понял логической связи группы. Я, честно говоря, этого в интервью не услышал. Это был где-то первый вопрос, да? Не-не-не, в конце, в конце тоже. Ну, ничего страшного. Перевел. Да-да. Вот это классный был размен. Вроде спектра сражается, там старается, туда-сюда, сейчас как... Не в этот раз, не в этот раз. Все зря. Все тлен. Китайцы ухудили. Жизнь боль. Да, так и вышло. Да, езжешь. Ну все, ребят, в финале. В финале. Поздравляем. Это же, если сольют в финале, их сольют дальше. Да там бабла вообще столько, что... Немеренно, просто, да. Ну, хотя Швеция страна дорогая. Я где бывал, в Швеции было дороже всех. Угу. Есть такое дело. Есть. Ну, зато у них все очень хорошо. Уровень жизни высокий. Наверное, Аджажа один из самых высоких. Я не знаю, какова у них сейчас ситуация с, так сказать, с гостями. Потому что там поговаривают, да, то, что в Европе там проблемы с этим есть, что в Германии, что во Франции, в Великобритании тоже. Насчет Швеции я не могу ничего сказать. Не люблю новости в любом случае. Так, 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 так. Да, Тугут говорит, что ДиКей, как бы... Не расстраивайтесь, ребята, что ДиКей все равно у нас играют. Они отправляются в сетку лазеров. Я не знаю, как это число. Возможно, им предстоит в следующем матче сыграть либо с Оранж, либо с Фнатиками, но я не знаю точно, возможно, я вру. Да, 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 там они могут в нижнюю.